Смешанные боевые искусства ММА стремительно завоевывают мир. Украина и Одесса не исключение. В эти выходные наш город принимает чемпионат Украины по ММА. Соревнования проходят на базе спорткомплекса Национального университета Одесская юридическая академия. Престижному турниру предшествовало подписание меморандума о сотрудничестве между университетом и Национальной федерацией смешанных единоборств. Напомню, ВУЗ давно признан одним из самых спортивных в стране, а материальная база юракадемии является площадкой для проведения соревнований национального и международного уровня. Поэтому популярному и зрелищному направлению спорта здесь только рады. Подробнее о чемпионате в сюжете моих коллег. Одесса – всеукраинский центр развития смешанных боевых искусств. Сегодня это самая настоящая реальность, ведь наш город принял молодежный и юниорский чемпионат Украины по ММА. Этот зрелищный вид единоборств уже давно обрел мировую популярность. Телевизионные трансляции боев бьют все рекорды. Неудивительно, что соревнования в Южной Пальмире проходили на базе одного из самых спортивных вузов страны – Национального университета Одесская юридическая академия. Турниру предшествовало подписание меморандума о сотрудничестве между университетом и Национальной федерацией смешанных единоборств ММА. По словам президента Одесской юридической академии и почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова, материально-техническая база учебного учреждения позволяет проводить соревнования по самым разным видам спорта – как национального, так и международного уровня. Мы очень хотим, чтобы наши молодежь и школьники, и студенты, и взрослые больше занимались спортом, чтобы мы быстрее сняли маски, чтобы мы больше внимания уделяли своему здоровью. Здоровье – это стратегическая задача любого государства. Какой бы меморандум мы ни заключали, сколько бы людей ни приходили, в любом случае это хорошее намерение, намерение помогать участвовать. И, как сказал Сергей Васильевич, участвовать в первую очередь в детях. Есть такая пословица – лучшее капиталовое вложение – это воспитание детей. Воспитание не просто, чтобы они были дисциплинированы, а спорт, как я знаю, дисциплинирован, но они были здоровы, здоровая нация. Поэтому все для детей. Одна из главных целей меморандума – это популяризация смешанных единоборств ММА среди молодежи Одессы и региона. Президент Федерации отметил, что в скором времени на базе университета откроется секция, где любой желающий сможет изучить этот довольно жесткий вид спорта. Также подписанный документ позволит совместно проводить все спортивные соревнования, семинары, мастер-классы с привлечением лучших международных мастеров. Сегодня начинается чемпионат Украины среди детей и юношей. И вот в этот момент мы подписали договор о сотрудничестве между Юридической Академией и нашей Федерацией. Я думаю, что это новый этап, начало нового пути. И в ближайшее время в университете откроется тоже подразделение ММА. И оно будет одним из значимых и привлекающих к себе внимание. Так как спортсмены всегда лидеры и в учебе, и в спорте, и в жизни. Это заслуга людей, которые работают, которые являются руководителями Национальной юридической академии. Сергей Васильевич, я думаю, что он всегда идет навстречу, когда люди активны, когда люди хотят и когда люди готовы. Федерация развивается уже 8 лет. На моей памяти чемпионаты Украины проходили почти во всех областях, кроме Одесской. То у нас не было сил, то у нас не было возможностей, то у нас не было поддержки. А здесь просто в лице многих-многих людей, в том числе и огромная-огромная благодарность Юридической Академии Сергею Васильевичу Кивалову, Федору Валентину Андреевичу, что они стали такой крепкой опорой для создания этого мероприятия, этого турнира. Уже более 10 лет Национальная федерация смешанных единоборств ММА Украины организует и проводит квалификационные соревнования, турниры, обучения, семинары, по результатам которых спортсмены Федерации смешанных единоборств ММА Украины получают официальные спортивные разряды и звания. На открытии чемпионата собрались руководства Одесской юридической академии Национальной федерации смешанных единоборств ММА Украины, спортсмены, их родители, болельщики, Традиционно соревнования открывались гимном Украины. Красочная церемония открытия никого не оставила равнодушным. Готовили концертную программу воспитанники Центра культуры Одесской юрокадемии и юные танцоры хореографического ансамбля «Счастье». Цель нынешнего чемпионата Украины – сформировать сборную команду, которая представит нашу страну с 30 июля по 1 августа, на чемпионате мира в столице Болгарии – Софии. Мы всячески будем поддерживать, потому что мы для этого и организовывали, и строили вот такие спортивные сооружения, и спортивные залы, и спортивный комплекс Национального университета и юридической академии. Когда мы создавали, было предусмотрено, что это не только для студентов юридической академии, но и в целом для всей страны, потому что принимать сегодня на таком уровне такие соревнования – это престижно. Всегда Одесса являлась и является и стремится к этому быть спортивной столицей нашей страны. И вот мы сегодня показываем, что это действительно так. У нас есть все для этого. Сегодня мы после долгого перерыва наконец-то возобновили программу мероприятий по всей стране. Это недавно прошел чемпионат украинцев и взрослых, и вот квинтэссенция перед летом – это чемпионат среди молодежи и юношей. Собралось порядка 800 участников. Это одно из самых больших мероприятий в нашей федерации. Сегодня отбираем спортсменов в разных весовых категориях и возрастах на чемпионат мира, который состоится в Болгарии в начале августа. На чемпионат Украины по смешанным единоборствам ММА приехало более 1200 спортсменов из всех уголков нашей страны. Это дети и юноши в возрасте от 10 до 17 лет. Только Одесская область выставила на чемпионат 156 лучших юных бойцов. На втором месте по численности Днепропетровский регион, в честь которого защищали 90 бойцов. Для того, чтобы судьи смогли справедливо оценить способности каждого, на крытом стадионе Национального университета Одесская юридическая академия было установлено 4 октагона. Мы все, что хотели, мы все сделали. У нас сегодня работают 4 площадки для каждой возрастной группы, для того, чтобы успеть. Это огромное количество бойцов провести турнир и успеть со всеми провести к бою и довести до финалов. И все-таки выявить первые места, выявить тех ребят, которые станут в сборной Украины и которые поедут на чемпионат мира по ММА среди детей в Болгарию. Подготовка к чемпионату мира – важный и ответственный этап. Впрочем, впереди новая борьба. И это борьба за пределами октагона. Как рассказал президент Национальной Федерации ММА, уже начались подготовительные работы к признанию этого вида единоборств олимпийским видом спорта. Сейчас идет работа по подготовке признания ММА как вида спорта. Надеемся в этом году пройти одну из фаз, а может быть даже и обе фазы. И после того, как признание вида спорта в мире будет осуществлено, заявки на проведение Олимпиады уже практически готовы к теме страны, которые следуют с 28-го года. И я надеюсь, что мы или в Лос-Анджелесе, или в Австралию уже едем как олимпийская сборная. Чемпионат проходит в двух категориях – национальная версия и международная. Такое решение было принято в связи с тем, что в международной версии детям до 18 лет нельзя наносить удары в голову. Только с достижением совершеннолетия это условие аннулируется, и поэтому участникам позволяют использовать приемы с ударами в голову. Чтобы спортсмены учились этому с малых лет и создавали два направления. Оскільки ММА – это исторически достаточно жесткий вид спорта, который имеет много дозволенных тех, а сейчас международная федерация практикует до 18 лет и заборонены удары в голову, поэтому соревнования проводятся в двух разделах. С международной версии, где в голову не бьют спортсмены, и в версии элит, которые дозволны также удары в голову, потому что жесткость, а не жестокость – это один из визитивов к ММА. Тренеры отмечают, что конкуренция на чемпионате на высоком уровне. Спортсмены демонстрировали качественную подготовку к турниру, а также свое стремление к победе. Отмечу, что украинская сборная в этом виде спорта считается одной из самых сильных и входит в топ-5 лучших в мире. Среди наших спортсменов младшего возраста есть два чемпиона мира и один бронзовый призер чемпионата мира. На чемпионатах Украины одесская команда дважды занимала первые места в общекомандном зачете. Наша сборная по этому виду спорта, сборная области по смешанному единоборству, тоже имеет возможность тренироваться вот на таких спортивных площадках, которые сегодня есть в нашем городе. Это хорошо, и мы будем это делать несмотря ни на что, потому что мы для этого и создавали всю эту инфраструктуру, для этого мы создавали десятки стадионов, десятки спортивных площадок, комплексов, для того, чтобы принимать гостей не только с Украины, но и с других стран, которые изъявят желание приехать к нам. Одесская команда, у нас большое количество участников, поэтому будем надеяться, что сегодня-завтра мы будем находиться на педестале, хотя очень сильные команды со всех регионов нашей неслабой страны, потому что Украина является одной из самых сильных стран, в ММА на чемпионате мира входила в пятерку самых лучших стран, поэтому конкуренция очень сильна, и классно, что в Одессе мы встречаем такие сильные команды. Президент Национальной Федерации смешанных единоборств ММА в свою очередь отметил, что спортивный комплекс на базе Национального университета, Одесская юридическая академия – одна из лучших площадок для проведения всеукраинских и международных соревнований. Для спортсменов есть все необходимое, а болельщикам открывается отличный обзор, чтобы наблюдать за схватками. На самом деле был очень приятно удивлен. Я в Одессе не первый раз, но вот здесь в университете совершенно уникальные условия для проведения, наверное, любых мероприятий. И вот Сергей Васильевич сегодня показал нам все уголки своего детища, где он, будем говорить, проявляет заботу о спортсменах. Я думаю, что вот сама идея проведения мероприятия под открытым небом, под навесом, она дает дополнительные плюсы, потому что свежий воздух, спортсмены дышат и проявляют максимально свои способности в октагоне. Участники чемпионата, который проходил в Одессе – лучшие представители ММА в своих областях. Право представлять свои регионы они получили, завоевав победы на областных чемпионатах и кубках. Лучшие из лучших сформируют сборную победителей, которые с честью представят Украину на чемпионате мира смешанных единоборств ММА. Готовался достаточно мало, потому что совсем недавно был чемпионат Украины с панкратионом и греплингом, где я сдобал первое место. И вот буквально через 5 дней я снова поехал на чемпионат Украины с ММА. Умовы супер, организация на очень высоком уровне, приятно тут находиться. Так я готовился. В обычном режиме, у себя в Киеве, в Гермесе. Каждый день тренировался. По приезду уже сюда в Одессу согнал пару килограмм. Вчера взвешение было почти до 15 часов. Где-то вся суета, но немного сбивает настроек. А так вообще бомба. Отлично, вообще суета. У меня папа занимается спортом. Из детства мне это очень нравилось. Очень хотела здесь поступать, и поэтому именно я здесь. Я гняла 5 килограммов. Я с ним на тренировке. Очень старалась, училась борьбу. Я подсягивала в этих соревнованиях. Было собственное желание вместе защищать. И когда выходишь в октагоны, очень сильно поднимается адреналин. И классные ощущения, когда дерешься. Немного дрожь, волнение. Но в то же время плавнокровность. Не знаю, сложные ощущения. Наверняка среди участников нынешнего чемпионата Украины по смешанным единоборствам ММА были и те, кто совсем скоро заявят о себе на мировой арене. Из-за бои с участием нынешних юных призеров в недалеком будущем развернется борьба следит телетрансляторов. И борцы обязательно вспомнят про первые серьезные победы в октагоне, установленном в спорткомплексе Одесская юридическая академия. Вуз, который воспитывает, учит и на высоком уровне принимает чемпионов.